МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Техника молодежи. Ребята, изучающие робототехнику в кванториуме 226-й школы, продемонстрировали сверстникам первые практические результаты своей работы. Интерес к технической части в нашей стране он всегда был. И, наверное, сейчас это одно из самых важных направлений, которые нужно развивать. А развивать можно только тогда, когда есть интерес. Бронза, серебро, золото. Зареченские каратисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях Кубок памяти и помогли сборной Пензенской области занять второе общекомандное место. Состав участников, я считаю, достаточно был конкурентный, потому что приехали сборные Дагестана, тоже представляющиеся такие сильные спортсмены. Сборная Саратов был тоже достаточно в количественном плане. Снова на площадке. После связанного с эпидемическими ограничениями трехлетнего перерыва в Заречном стартовало первенство города по баскетболу среди школьников до 14 лет. Они играют по всем правилам, кроме тайминга времени. То есть, если в классическом 10 минут четверти, то мы играем 4 четверти по 6 минут. И это лишь некоторые темы выпуска, а все подробности далее. В Заречном заболеваемость ковидом растет, гриппом и ОРВИ снижается. Такие сведения приводит Межрегиональное управление номер 59 ФМБ России. По опубликованным на официальной странице управления данным, на прошлой неделе число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции выросло на 16%. Подавляющее большинство, более 90% заболевших, взрослые горожане. Среди них немногим более трети в возрасте старше 60 лет. По информации на 6 марта, амбулаторно, то есть на дому, проходит лечение 127 зареченцев. А вот случаев гриппа и ОРВИ с 27 февраля по 5 марта стало более чем на 55% меньше, чем недели ранее. Причем количество заболевших сезонными инфекциями на 50% ниже среднем многолетнего уровня заболеваемости для этого периода. Специалисты подчеркивают, хотя симптомы ковида в настоящее время все больше напоминают привычные сезонные респираторные инфекции, заболевание по-прежнему грозит серьезными осложнениями со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем опорно-двигательного аппарата. А самым действенным способом защититься от новой коронавирусной инфекции по-прежнему остается прививка. В чем особенности протекания коронавирусной инфекции в настоящее время? Встречаются ли тяжелые случаи заболевания? Сохраняется ли опасность осложнений? На эти и другие вопросы ответит начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Смотрите актуальное интервью сразу после рекламы. Ну а пока к другим темам. В Пензенской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов. По сообщению регионального Министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона в целях реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года номер 757 на основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона от 6 марта 2023 года на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов. Исключение сделано для беспилотников, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций, а также иным организациям и физическим лицам по договору с органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями. Запрет установлен на срок до снятия режима уровня базовой готовности, введенного в области указом президента Российской Федерации. Несколько дворов Заречного участвуют во всероссийском конкурсе «Лучший зимний двор России», направленном на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Чтобы поддержать участников из нашего города, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, выбрать регион «Пензенская область» и номинацию. На победу в категории «Лучшие зимние мероприятия во дворе» претендуют жители двух многоквартирных домов по улице Ахунской – 7 и 21. Активисты с проезда «Молодежного-9» борются за первенство в состязании «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура». В конкурсе «Лучшее зимнее оформление двора» принимают участие жители домов номер 21 по улице Ахунской и номер 5 по улице Ленина. Народное голосование уже началось. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого нужно перейти на страницу конкурса по ссылке, указанной на экране. В каждой номинации можно проголосовать один раз. Сделать свой выбор необходимо до 15 марта. Ионные зареченские робототехники продемонстрировали первые результаты своей работы. Школьники, занимающиеся в Кванториуме, показали сверстникам изготовленные собственноручные механизмы. Инновационное образовательное пространство Кванториум открылось в 226-й школе в начале учебного года в рамках НАСПроекта образования. Четыре класса с современным оборудованием позволяют организовать обучение по четырем предметам – физика, химия, биология и робототехника. В лабораториях Кванториума проходят как уроки, так и кружковые занятия. А воспользоваться инновационным образовательным пространством могут не только ученики 226-й школы, но и ребята из других общеобразовательных учреждений. Черное что такое? Отсек для батареи. Отсек для источника энергии. Эта конструкция с элементом питания и миниатюрным мотором не похожа на тех роботов, что мы привыкли видеть в кино и видеоиграх. Но чтобы научиться собирать сложные многофункциональные механизмы, нужно начинать с АЗОВ. Такую возможность дает детский технопарк Кванториум, созданный на базе школы номер 226 в рамках НАСПроекта образования. Одно из направлений работы Кванториума – робототехника. Интерес к технической части в нашей стране он всегда был. И, наверное, сейчас это одно из самых важных направлений, которые нужно развивать. А развивать можно только тогда, когда есть интерес. И вот такие занятия, на которых мы приглашаем не только обучающихся нашей школы, но приглашаем и обучающихся других школ. Вот в следующий вторник к нам придут пятиклассники лицея 230. На этот раз на урок пришли ученики восьмых классов. Им предложили привести прототип в движение. Для этого понадобилось собрать по схеме электрическую цепь. А потом детям показали более сложные агрегаты – роботов, способных распознавать цвета и даже летающие образцы. Созданием более сложных конструкций занимаются участники кружка робототехники. Александр Клоков и Богдан Нугоманов записались туда после ознакомительного урока. И теперь собирают и программируют различные прототипы. Мой робот стоит из платы, клешни и платформ. Данный робот имеет клешню, которой можно передвигать всякие предметы. Такие роботы могут использоваться на строительстве или машиностроении. Он может поворачивать направо и налево, прямо назад и вот так открывать клешню. Он может следить за человеком, то есть как охранник стрелять, если можно задать ему такую программу. Потом он может двигаться вперед, назад, влево, вправо. Робототехника – не единственное направление деятельности Кванториума. Технопарк оснащен современным оборудованием, которое позволяет более подробно изучать предметы естественно-научного цикла. В школе работает четыре лаборатории. Вот технологическая лаборатория, биологическая лаборатория, химическая лаборатория и физическая лаборатория. И каждая лаборатория, она предполагает и наличие кружков с дополнительными программами. У нас работает кружок по химии ведет Вадим Викторович Сысоев. У нас работает кружок по биологии. Сейчас в школе номер 226 стараются познакомить с кванториумом как можно больше зареченских детей. Необычные уроки по различным дисциплинам и направлениям проходят здесь для учеников всех городских школ еженедельно. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. Пять золотых и пять бронзовых медалей завоевали зареченские каратисты на всероссийских соревнованиях Кубок памяти. Это одни из самых масштабных состязаний по каратэ в стране. Седьмой год подряд сильнейшие атлеты приезжают в Пензу, чтобы своими достижениями почтить память тех, кто внес большой вклад в становление и развитие этого вида спорта в Сурском крае. В этом году среди более чем 800 спортсменов из 24 регионов страны выступили 34 зареченца. Наши ребята добились высоких личных результатов и внесли свой вклад в успех сборной Пензенской области. Ура! Ура! Зареченские каратисты вернулись к привычному режиму тренировок после состязаний. Наши спортсмены выступили на всероссийских соревнованиях по каратэ Кубок памяти. Этот ежегодный турнир посвящен тем людям, что многое сделали для становления и развития этого вида спорта в Пензенской области. В этот раз на состязаниях выступили более 800 участников из 24 регионов страны. Состав участников, я считаю, достаточно был конкурентный, потому что приехали сборные Дагестана, тоже представляющиеся такие сильные спортсмены. Сборная Саратова была тоже достаточно в количественном плане, они были все хорошие спортсмены. С Новосибирска были ребята, с Челябинска, с Москвы, Московской области, вот и самые основные. Пензенская область представляла сборные из 158 спортсменов, 34 из которых – воспитанники комплексной спортивной школы Олимпийского резерва «Заречного». Среди них были и начинающие, и опытные каратисты. Каратэ мне нравится тем, что здесь ты проявляешь свой дух. На соревнованиях я его как раз-таки проявил. Я делал броски, тем самым зарабатывал баллы и удары руками в живот. Трудно было выступать? Да. Несмотря ни на что, Александр Василенко принес своей сборной две бронзовые медали. А его тезка Александр Сисин принес своей команде золото. Он одержал победу в двух категориях. Самый сложный бой – это был у меня минус 84. Это со старым соперником. Мы с ним провели равный бой, но я на последние секунды забрал баллы и выиграл. И в абсолютной категории, где уже не в своей категории ты выступаешь, а выступаешь со всеми возрастными категориями от легкого до тяжелого веса. И там были разные соперники, с кем ты не знаешь, с кем ты работаешь. И надо было под каждого подстраиваться. По итогам соревнований зареченские спортсмены завоевали пять золотых и пять бронзовых медалей. В командном зачете сборная Пензенской области заняла второе место. В Заречном после трехлетнего перерыва возобновились соревнования по баскетболу среди учеников пятых-шестых классов. В предыдущих сезонах эпидемиологические ограничения не позволяли проводить матчи. Теперь же юные баскетболисты вновь встретятся на площадке, чтобы определить лучшую сборную. В первенстве города принимают участие шесть школьных команд. На игровой площадке сборная гимназии «Дидакт» и лицея номер 230. Они первыми вступили в борьбу за победу в городском первенстве по баскетболу. В составе команд учащиеся образовательных учреждений города. Возобновили после ковидных годов перерыв. У нас три года был перерыв среди младших школьников, потому что не писали в календарь. Сегодня возобновили соревнования. Проводим первенство города до 14 лет. Они играют по всем правилам, кроме тайминга времени. То есть, если в классическом 10 минут четверти, то мы играем 4 четверти по 6 минут. По всем всероссийским спандартам для этого возраста предусмотрено на такой временной интервал. Участие в городском первенстве по баскетболу принимают 6 команд школьников. Сборные формировались учителями физкультуры в образовательных учреждениях. Ребята из 226-й хорошо изучили возможности соперников и заранее выстроили тактику предстоящей игры. Спортсмены уверены, что хорошая физическая подготовка поможет им добиться успеха на турнире. Будем быстрыми, ловкими и хорошими. Спортом занимаетесь? Да. Я баскетболист. Легкой атлетикой хожу. На какой результат рассчитываете сегодня? Положительный. Ну да, наверное, положительный. Уже знаете, кто у вас соперники? Да, конечно, Илья Улога. А школа? 220. Сильные соперники? Очень. Первенство города по баскетболу среди команд образовательных учреждений будет проходить в течение недели. Итоги турнира станут известны 16 марта. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». О ситуации с заболеваемостью COVID-19, а также сезонными инфекциями ОРВИ и гриппом мы поговорим сразу после рекламы. Седьмого по четырнадцатого марта распродажа пальто и куртки от 1700 рублей напрямую от производителя. Улица Комсомольская, 10А, торговый центр «Ряд», цокольный этаж. 18 марта в городе Заречном на улице Озерской, 13. Открытие нового магазина «Скидкино». Специальное предложение «Масло подсолнечное Слобода» 199,90. На волоске судьба твоя, враги полны отваги. Но слава Богу есть друзья, но слава Богу есть друзья. Когда твой друг градит на войне, как он на войне, Когда твой друг градит, будь рядом до конца. Новости на канале «Заречный» продолжаются. У нас по традиции встреча с гостем. И сегодня мы побеседуем о здоровье. Я приветствую в нашей студии начальника отдела эпиднадзора Межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Лукьянова. Добрый вечер, Мария Валерьевна. Здравствуйте. Итак, Мария Валерьевна, мы давно с вами уже не говорили О ситуации с коронавирусом в Заречном. И с коронавирусом, и с прочими сезонными инфекциями. Давайте восполним сейчас вот этот пробел. И поговорим сначала о статистике, наверное. Да, вот насколько активно зареченцы сейчас болеют коронавирусом. И кроме коронавируса еще и сезонными инфекциями грипп ОРВИ. Ну, по поводу заболеваемости, можно сказать, что у нас сейчас идет эпидемический подъем заболеваемости. Но в отличие от предыдущих лет, он выражен очень слабо, скажем так. То есть не выражен. И по количеству, именно в количественном отношении, ниже эпидемических порогов для данного времени года. Но все равно сказать, что у нас совсем низкое заболеваемость, сказать нельзя. И мы регистрируем сейчас именно, почему эпид-ситуация у нас, как бы именно эпид-сезон, да? Потому что при мониторинге и при клинических исследованиях мы регистрируем и находим и вирус гриппа. У нас это в основном вирус гриппа В. И коронавирус тоже в достаточно больших количествах. То есть нельзя сказать, что он на минимальных цифрах. То есть достаточно ярко выраженное количество заболеваний. Ну и другие, также виды УРВИ, их много, тоже регистрируются в основном. Поэтому вот мы об этом и говорим, что вроде как бы у нас идет эпид-сезон сейчас. Мы его не закрыли еще пока. Но по количеству это не такое зашкаливающее какое-то количество заболевших, что мы не могли там справиться и все. То есть ниже эпид-порога. И эта заболеваемость, она соответствует и в Пензе тоже самому. Мария Валерьевна, вот в той информации, которую опубликовало управление на своей официальной страничке, там тоже было это подчеркнуто, что сейчас заболеваемость ниже средних показателей для этого периода за предыдущие годы. Вот чем вы это объясните? Активнее стали защищаться в связи с эпидемией коронавируса? Прививаться стали активнее? Ну, во-первых, если говорить о коронавирусе, то у нас все-таки уже не первый год мы с ним знакомы. И иммунная прослойка, хорошо или плохо, она набирается. То есть и люди продолжают вакцинироваться, и продолжают болеть, как это ни печально. Но тем не менее получают иммунитет и тем и тем способом. Поэтому каких-то, вот уже на третий год, как мы с ним знакомы, то каких-то таких пиковых взлетов огромных мы не наблюдаем. То же самое можно сказать и о гриппе. Против гриппа прививаемся ежегодно. И сказать, что... Ну вот в 22-м году, в начале 22-го года у нас, конечно, были такие цифры, которых мы не видели никогда. Но вот в этом году, то есть волна спала, и у нас, несмотря на то, что весь спектр мы наблюдаем вирусов, но какого-то пикового такого роста в этом году не было. Но вот особенность его именно в этом году – растянутость во времени. То есть мы в декабре начали регистрировать. У нас в декабре пошел вирус гриппа А, волна гриппа А прошла, он полностью ушел, и сейчас у нас только грипп Б. Вот интересно, конечно, учитывая, что мы сейчас мониторинг проводим и много информации имеем, интересно наблюдать за циркуляцией. Мы говорим о том, что эпидсезон продолжается, и как-то уже сложилось такое мнение, что вот когда морозно, случаев заболевания меньше, когда отепель, случаев заболевания больше. Вот сейчас отепель, которая наступила, грозит ли каким-то всплеском заболеваемости или все, в общем-то, уже… Ну, я думаю, что нет, потому что уже долго это продолжается у нас, период этот. И все, кому переболеть, основная масса, да, как сказать, горючий материал, он уже подходит к концу. То есть не будет такого какого-то взрывного пика. Мария Валерьевна, есть ли тяжелые случаи течения коронавируса, как мы помним, в начале пандемии, когда было таких случаев много, приходилось даже закрывать другие отделения, кроме инфекционного, для того, чтобы размещать больных? Вот какова ситуация на сегодняшний момент? На сегодняшний момент у нас, естественно, учитывая, что люди все разные, возраст разный, да, и какой-то статус иммунный разный, тяжелые случаи регистрируются. И даже регистрируются единичные, там один, может быть, или два смертельных исхода. Ну, это регистрируется у людей, которые уже большого возраста, с массой сопутствующих заболеваний, которым и так, в общем-то, трудно справляться, и плюс еще коронавирус. Вот, и тут еще тоже нужно уточнить, что эти люди не привитые. То есть привитые люди у нас тоже один или два, два или три у нас было случая зарегистрировано смерти, именно привитые люди погибли, но это было в прошлом году. В этом году практически нет. Вот. И всегда на этом делается акцент, что все тяжелые случаи, все смертельные случаи, они, это люди, не привитые. Койки у нас не открывались ковидные в этом году. И медсанчасти, инфекционное отделение в обычном режиме работает, принимает больных всеми остальными инфекционными болезнями, да. В случае, если необходимость есть госпитализации, то и Пензиский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи принимает. Поэтому, ну, в основном это амбулаторное лечение. То есть я говорю, это единичные случаи. Буквально на каждую неделю там два-три случаи госпитализации вообще незначительные. Симптомы заболевания, стали ли они легче, чем то, с чем мы сталкивались в начале пандемии? Ну, да, учитывая то, что даже госпитализация единицам требуется, то можно сказать о том, что этот вирус более легко людьми переносится. Вот. И он уже как бы ближе приближается к обычному РВИ. Хотя есть, конечно, свои особенности. Там вот поражение сосудов. Ну, люди смотрят особенности клиники. Есть именно у коронавируса. Но, тем не менее, по тяжести, по тому, как люди переносят, уже, в общем-то, похоже на обычную РВИ. По... Вот можно ли сказать, что раз снизилось количество тяжелых случаев, облегчились симптомы проявления коронавируса, можем ли мы сказать, что и осложнения стали легче или, в общем-то, вообще ушли на нет? Ну, насчет ушли на нет, опять же, мы говорить не будем, да, потому что тяжелые случаи все-таки есть, и проблемы бывают. Но это, как правило, связано именно с особенностью организма самого человека. То есть такого массового тяжелого течения мы не наблюдаем сейчас, как вот было в первые годы, когда мы знали, что среди нас вот есть люди, которые тяжело и очень тяжко болели. Сейчас, конечно, такого нет. Но, тем не менее, опасность вот осложнений на сердечно-сосудистую систему, да, там, на порно-двигательный аппарат, она все равно остается, особенно у тех, кто предрасположен к таким вещам. Да, конечно, остается. И мы именно говорим о том, что вот у нас есть такая тенденция, люди, например, когда про прививки говорим, да, люди говорят, ой, нет, я болею, у меня сахарный диабет, у меня там то, сё, всяких диагнозов полно, целый списочек. Мне нельзя прививаться. Вот в данной ситуации как раз этим людям и надо прививаться, потому что уже за эти годы показала практика, что именно эти люди, они вот прямо в жесточайшей группе риска именно к смертельному исходу, к осложнениям, к тяжелому течению и к тяжелой и к тяжелейшей реабилитации. Поэтому вот, конечно, пусть под присмотром врачей, пусть под сопутствующей медикаментозной терапией, но привиться обязательно надо, особенно вот у кого лишний вес, у кого сахарный диабет. Даже с онкологией там виды есть, вакцин, которые рекомендованы, потому что это сохраняет жизнь. То есть человек, может быть, даже у него вакцинация не так гладко пройдет, но жизнь будет в сохранности. Вот с чем это связано. То есть вакцинация у нас продолжается? Да, вакцинация продолжается. И пока у нас не объявлен рутинный период, у нас разделили по нормативным документам, эпидемический период и рутинный период. Он должен централизованно объявиться на уровне Российской Федерации, когда уже посчитают, что уровень иммунной прослойки достиг защитный. У нас на сегодняшний день 80% в общем еще не достигнуто. Поэтому, по Российской Федерации я имею в виду, поэтому пока мы в эпидемическом периоде находимся и раз в полгода прививаемся. Когда достигнем уже иммунной прослойки такой плотной 80% и более, тогда перейдем в рутинный период и прививаться будем, как против гриппа, один раз в год. То есть перед началом сезона? Да, перед началом сезона. Пока все-таки вот это, как мы видим, это чехарда, она вот с этими спиками, она еще продолжается, то есть не устаканилась еще до конца. Поэтому, в общем, смысл в том, чтобы сделать прививку, он остается? Конечно, остается. Как минимум, это облегчение течения болезни. Как максимум, это спасение жизни. Мария Валерьевна, ну и помимо вакцинации, какие меры предосторожности стоит применять сейчас, для того, чтобы все-таки не заболеть? Тем более, что как бы обязательное ношение масок у нас уже отменено. Но, тем не менее, стоит ли вот себя таким образом обезопасить в местах массового скопления и так далее? Да, конечно. Я всегда об этом говорю, что основное у нас, основная мера профилактики – это разобщение. То есть мы не идем в места массового скопления людей, то есть, не знаю, только при крайней необходимости. Остаемся дома. Не идем туда, где мы заведомо знаем, что есть больные люди, если есть такая возможность снятия. Если возможности нет, то обезопасить нужно и больного человека масочку надеть, и самому масочку надеть. В рабочих коллективах обязательно. Но уже эта практика, я смотрю, она прямо складывается. То есть если человек немножко плохо себя чувствует, провожают домой, масочки все надеваем. То есть уже все, нас ковид приучил к этому, и мне это отрадно. Я вот смотрю и по своему коллективу, и по соседним коллективам. То есть люди к этому стали… Я помню, как раньше это было. Умираем, но до последнего на рабочем месте находимся, и переболеем, и выздоровеем, и домой не пойдем. Сейчас нет, не надо нас заражать. Пожалуйста, иди отдыхай, лечись, все. Ее предоставляем и проветрим обязательно, дезинфекцию проведем. То есть в этом плане у нас культурность и информированность выросла в разы, что очень отрадно. Но вот еще раз напоминаю, что и проветрить, продезинфицировать поверхности, руки и так далее. И, конечно, самое главное – это не находиться больным человеком в коллективе, потому что воздушно-капельный все-таки основной механизм передачи. Тут, как говорится, уже вероятность вырастает в разы, если человек в замкнутом помещении находится со здоровыми людьми. Спасибо, Мария Валерьевна. Надеюсь, что эта беседа, она была полезна для наших зареченцев. Вспомнили, что все-таки ни ковид, ни грипп пока никуда не ушли. И если мы хотим этот эпид-сезон прожить благополучно, то все-таки о себе нужно побеспокоиться. О себе, о своем здоровье, о здоровье своих близких. У нас в гостях была начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления номер 59 ФМБ России Мария Валерьевна Лукьянова. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречный». Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»